Вся самая свежая информация о ГИБДД и СМИ про ДТП с Большегруз-40РУС. Ссылки на источники информации и на полные материалы по ДТП ниже в описании к видео. Очередная мутная история с Большегруз-40РУС он же Анатолий Кречетов, и опять как всегда он отключает комментарии и молчит. Вот, вероятно снова у него не работал видеорегистратор, ну и уж конечно он ни в чем не виноват. Сейчас он раскатывает лапшу, которую скоро начнет вешать на уши своим фанатам, которые уже бегают по всем сайтам и брызгают жижечкой доказывая невиновность своего кумира. Однако мне кажется в этот раз Большегруз-40РУС он же Анатолий Кречетов, не соскочит с темы и его натянут по полной. Еще и за столб платить придется. Я буду по возможности отслеживать ход этого дела, которое вполне может скоро стать уголовным. Давайте теперь посмотрим, что пишут в комментариях. Под последним видео Большегруз-40РУС он же Анатолий Кречетов, комментарии отключил. Как он это всегда делал, когда надо было отвечать за свои поступки. Но на предпоследнем видео комментарии еще работают и вот что там пишут. Борис Николаевич, Толян кто обидел тебя? Ты че комменты закрыл? Долны бой на редсторе. Толян комментарии отключил из-за аварии. Вайпел пи. Блогер, объясни всем, раз ты блогер, зачем ехать в среду на свадьбу на своей машине, если знаешь, что будешь бухать там? Александр Кузнецов. Ну что, учитель, расскажи, как ты синий разбил тачки? Фудшиф 55. Что про аварию не расскажешь? Валерий Ларькин. Алла бухой водила. Как ты там? Хардпитер. Анатолий. Ну как же так? Ты же людей учил, а сам сел бухой за руль и разматался. Хэлмэйд. Толян, учитель ты наш дорогой, как ты. Ездить бухим за рулем и устраивать ДТП это хуже, чем по обочинам ездить. Еще и человека невинного в больницу отправил. Роумен Оу. А что так скромно-то? Попал в ДТП. Может правильнее устроил ДТП в результате которого женщина в реанимации, а Анатолий сбежал с места ДТП, потому что, видимо, был пьян. Татьяна Никифорова. Пьяница. Вот зачем ты девушку угробил? Ты же кричал никогда пьяный не садился за руль. Ответь, если ты мужик. Джетли. Этот мужик может только гавкать из кабины и ссать себе на колесо. Управление ГИБДД Управление МВД России ПО Калужской области Из сводки происшествий за 22 апреля 2021 года Управление МВД России ПО Калуге 2204 2021 года В 18 часов 50 минут На автодороге Калуга, Перемышль, Белев, Орел 9 КМ200 МГ, Калуге Произошло ДТП По предварительной информации Не установленный водитель Управляя автомашиной ОДИК Ю-7 Двигаясь по вправой полосе по автодороге Калуга Перемышль, Белев, Орел Со стороны Г, Калуги В сторону С Перемышль Не учел безопасную дистанцию И совершил столкновение с попутной автомашиной Хьян Дэй Крэте Под управлением женщины 1965 ГР После чего автомашина Хьян Дэй Крэте и ОДИК Ю-7 Совершили наезд на препятствие Световую опору С последующим опрокидыванием автомашины ОДИК Ю-7 В результате ДТП пострадали Водитель автомашины Хьян Дэй Крэте С места ДТП была доставлена Бригадой скорой медицинской помощи 2 в КОП После осмотра и оказания Квалифицированной медицинской помощи Была госпитализирована В отделении реанимации КОП Пассажир ОДИК Ю-7 Молодой мужчина 1991 ГР Доставлен в КОП Аев Калуга Известный блогер может быть причастен к аварии с пострадавшими под Калугой Известный автоблогер Анатолий Кречетов может быть причастен к ДТП с ОДИК Ю-7 под Калугой В ходе которого пострадали два человека Об этом Аев Калуга сообщил собственный источник Водитель автомобиля Который по информации ГИБДД может быть виновен В аварии на развязке около Калюпанова Скрылся с места происшествия Сейчас установлением его личности и розыском занимаются правоохранители Однако, как говорит источник ОДИК Ю-7 с такими номерами принадлежит Сотрудники ГИБДД предполагают, что водитель ОДИК Ю-7 не учел дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Хью-Дай Крете После этого обе машины выбросило в сторону обочины, где они врезались в столб Водителя Хью-Дай, женщину 1965 года рождения, доставили в больницу После обследования ее направили в реанимацию Водителю автомобиля ОДИК Ю-7 может грозить наказание не только за аварию с пострадавшими Но также и за оставление места ДТП Агентство Комсомольская правда, Калуга В Калуге два человека пострадали в ДТП в перевернувшейся Ауди около 18.50 В четверг, 22 апреля, ДТП произошло на дороге Калуга Перемышль в районе развязки с южным обходом Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области По предварительной информации, водитель Ауди Кью-7 двигался по правой полосе со стороны Калуги Не учел безопасную дистанцию и врезался в попутный Хиндай Крета После этого оба автомобиля врезались в столб, а Ауди еще и перевернулась Водитель Ауди скрылся с места аварии Калужские новости Сбежавший с места ДТП водитель Ауди Кью-7 отправил Калужанку в реанимацию Под Калугой, в деревне Калюпаново, 22 апреля Около 7 часов вечера произошло жесткое ДТП Ауди Кью-7 протаранила автомобиль Хиндай Крета По информации пресс-службы управления ГИБДД по Калужской области Не установленный водитель немца не учел безопасную дистанцию И въехал в попутную машину Хиндай Крета За рулем которой была женщина 1965 года рождения После столкновения обе иномарки влетели в световую опору Затем Ауди улетела в Кювет Калуга-24 легковушка снесла световую опору и перевернулась на трассе под Калугой 55-летняя женщина-водитель Хиндай Крета и 29-летний пассажир Оди Кью-7 Вечером 22 апреля были доставлены в Калужскую областную больницу С травмами разной степени тяжести после ДТП Которое произошло на 9-м километре дороги Калуга-Перемышль Состояние женщины оценивается как тяжелое Она госпитализирована в реанимационное отделение Как сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области Аварию устроил водитель Оди Кью-7 Нарушив дистанцию, он столкнулся с попутным Хиндай После этого Оди отбросила на одну световую опору, а Хиндай – на другую Свалив опору, Оди опрокинулся Виновник аварии с места ДТП скрылся Пока это вся на мой взгляд заслуживающая внимания информация Продолжение следует... Продолжение следует...